Популярность настольного тенниса в нашем городе высока. Этому способствуют и престижные соревнования, которые здесь проходят. Мы побывали на одном из таких состязаний. В спорткомплексе «Юность», который отвечает самым современным требованиям, с радостью приняли 115 спортсменов из Ростовской и Липецкой областей, Ставропольского края, Республики Крым, а также из 11 муниципалитетов Краснодарского края. Здесь состоялись соревнования «Высшая лига Кубани» по настольному теннису. Это командные соревнования, в которых могут принимать участие также представители различных регионов. На данных соревнованиях сейчас присутствуют такие команды, как Сальск, например, Ростовская область, сам Ростов-на-Дону три команды, Пятигорская команда, команда Крыма, ну и, соответственно, наши команды очень много из Краснодарского края. Принимают участие очень много детей младшего возраста. И как раз наши детишки набираются опыта, играя с более сильными игроками со всего региона Краснодарского края и также близлежащих регионов страны. В соревнованиях принимали участие как взрослые, так и совсем юные спортсмены. Они действительно очень любят свой вид спорта, готовы упорно тренироваться и бороться за победу. Я занимаюсь три года настольным теннисом. Это очень интересная, многообразная игра. Ну, там много элементов. Я приехала с Краснодара со своей командой. Вообще люблю я посещать такие соревнования. А вот сейчас на командном первый раз. Тренируюсь я практически каждый день три года. Надеюсь хорошо выступить. Дарья Кочедыкова играет настольный теннис с раннего детства. Состязания для нее ценны тем, что здесь можно поиграть с мастерами ракетки, получить богатый опыт. Настольный теннис я занимаюсь почти с рождения, с трех лет. Сейчас мне 15. У меня не было выбора. У меня вся семья теннисистов, поэтому с ранних лет мне приручали становиться к столу и брать ракетку в руки. Настольный теннис мне очень нравится за быстроту принять решение, реакция хорошо развивается. А в Славянске есть очень хорошие условия и в этих краевых соревнованиях можно соревноваться не только с девочками, с мальчиками, но и со взрослыми мужчинами. Это очень хорошо и в этом плюс. Многие участники высшей лиги Кубани соревнуются здесь не в первый раз, а значит их привлекают условия и возможности престижного турнира. Мы играем уже здесь четвертый раз подряд, даже один раз выигрывали вторую лигу. Настроение боевое, готовы приезжать снова. Встречают здесь очень хорошо, все гостеприимные, то есть нас все устраивает, все замечательно. По итогам соревнований в первой группе победила команда «Аст» из Сальска, во второй команда «Залив» из Керчи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».